Олимпиаду планируют посетить 12 тысяч наших болельщиков. Это подвиг, если учесть, что сейчас билет Дарью в одну сторону стоит больше 100 тысяч рублей. Без учета проживания в Бразилии и ценной экскурсии, которые перед играми взлетели в несколько раз. Если в июне аренда пляжного зонтика на пляже Капакабана была 5 реалов, то теперь за него просят 20. Это чуть больше 400 рублей. Ну а наши спортсмены стараются не обращать внимания на все скандалы. Уже все готовы к стартам. В Олимпийской деревне Рио-де-Жанейро прошла главная для нас церемония. Торжественно был поднят российский триколор. В церемонии участвовали президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, спортсмены и тренеры сборной, которые уже разместились в Олимпийской деревне. До церемонии открытия остается менее двух суток. В Москве из-за разницы во времени шоу увидят в 2 часа ночи 6 августа. На открытие приедут 28 мировых лидеров из 50 ожидаемых. Из-за плотного рабочего графика наш президент Владимир Путин в Бразилию не полетит. В Рио уже усилены меры безопасности. Над трибунами стадионов летают вертолеты, а все подходы к стадионам патрулируют вооруженные полицейские и солдаты. Но атмосферу праздника пока ничего не портит. Фанаты не дают ни малейшего повода для конфликта. Это чудесное ощущение. Я живу в Рио уже 39 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы, бразильцы, должны показать себя с лучшей стороны и принять гостей со всего мира подобающе, чтобы они запомнили наше гостеприимство. Все очень хорошо, это первая Олимпиада в Бразилии. Мы с семьей болеем за наших, но и остальные команды тоже уважаем и желаем им успеха. Ну и еще одна хорошая новость для спортивного мира. По решению МОК в Олимпийской программе станет больше видов. На игры в 2020 году в Токио добавится 5 новых программ. Это бейсбол, софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг. В нашем Олимпийском комитете заявили, что у сборной России неплохие шансы на медали в каратэ и скалолазание. В последнем виде спорта мы становились сильнейшими на чемпионатах мира, как среди женщин, так и среди мужчин.